Робототехнический центр Кто в нем работает, над какими проектами трудится Робототехника является очень важным направлением для Сколкова Потому что она аккумулирует компетенции, собранные в разных кластерах И распределенные между разными кластерами Поэтому рассматриваем это как междисциплинарное собрание проектов По тематике робототехники в разных кластерах сейчас более 30 проектов Большая часть из них сосредоточена в IT-класты И это неудивительно, потому что основные инновации в области робототехники Они находятся именно в сфере информационных технологий Как программного, так и аппаратного обеспечения Это новые способы понимания роботами окружающего мира Новые сенсоры, которые необходимы для этого Новые интерфейсы взаимодействия человека и машины Вещи, необходимые для улучшения способностей людей Или восполнения утраченных способностей И, конечно, медицинская робототехника Я, во-первых, страшно не люблю слова «инвалиды» Мы все-таки стараемся говорить о технологиях, которые помогают людям Дополняют людей, либо восполняют утраченные возможности В этом смысле, конечно, очень важны экзоскелеты Которые помогают людям либо восстановить какие-то функции утраченные Либо продлить активную жизнь С другой стороны, есть технологии, связанные с экзопротезами И очень важны еще технологии, связанные с управлением Эти экзопротезами Потому что вопрос еще, как ими управлять Это робототехника В том числе тоже, потому что это носимая робототехника Люди носят это на себе Медицинская робототехника Я здесь тоже бы отметил Это как создание симуляторов В которых, собственно говоря, есть такой проект Создание роботехнического симулятора Для обучения врачей Так и проекты, связанные с добавлением возможностей врачам Например, создание третьей руки Или шестого пальца, который может держать какой-то инструмент Сейчас мы через несколько минут будем обсуждать Очень похожий проект на треке робототехники Вы как-то сказали, что в отрасли робототехники не хватает женщин И когда женщины придут туда, то это направление будет полноценным Поясните, что вы имели в виду? Ну смотрите, как любая другая отрасль человеческой деятельности Робототехника рано или поздно должна пойти к равновесию Когда мы Все, что начинается Оно начинается с того, что это доминируется энтузиастами И энтузиасты Они хороши тем, что они начинают Может быть быстро Но потом это нестабильность Или как любая отрасль Она нуждается в том, чтобы пойти к какой-то стабильности Именно в развитии, планомерности развития Я надеюсь, что на самом деле Чем больше мы будем видеть представителей обеих полов в отрасли Именно в этой отрасли Тем она станет стабильнее вообще развиваться Это просто глядя на другие отрасли Это именно так Насколько активно инвесторы идут на вложение средств в робототехническое направление? Мне кажется, что компания, особенно инвесторы, больше говорят в робототехнику, чем инвестируют Я не думаю, что объем инвестиций в робототехнику Сколько бы то ни было значимый По сравнению с информационными технологиями Но эта ситуация, безусловно, будет меняться Потому что единственный способ для развития информационных технологий Это выход за пределы компьютера Соответственно, любой выход за пределы компьютера Изменение окружающего физического мира Это, по сути дела, робот В той или иной смысле Я думаю, что ситуация будет меняться Задача Сколку здесь, собственно говоря, помогать инвесторам И предоставлять такое терпеливое плечо То есть сделать капитал более терпеливым Потому что мы понимаем ограничение капитала, которое есть И наша задача, в том числе, стимулировать венчурную отрасль К вложениям в эту начинающуюся отрасль Потому что, если мы не будем этого делать То тогда Россия может опять остаться за бортом Такого нечеловеческого прогресса Любое общество относится к роботам по-разному Значит, например, в Японии роботов любят Там просто такая национальная любовь к роботам В России роботов, наверное, просто не видят Поэтому не очень сильно занимают В Америке, например, роботов не любят Потому что если посмотрят, например, советские фильмы То вы увидите массу дружелюбных разнообразных роботов Посмотрят американские фильмы, вы увидите терминатора Отношение к роботам в зависимости от цивилизации, от культуры Она очень сильно меняется Какие перспективы вы видите для развития этого направления в мире, в России? Общий консенсус аналитиков, анализирующих технологическое развитие, сводится к тому, что влияние робототехники на человечество в течение следующих 50 лет будет очень значительным в разных областях. Какая степень этой значительности? Сейчас сказать очень сложно. Некоторые оценивают это с десятки триллионов долларов на общий экономический эффект, некоторые чуть меньше, значит, об этом можно спорить. Но то, что роботы будут приходить и будут окружать человека, повышать производительность труда и спасать человека буквально в смысле, я думаю, что, скорее всего, это правда, это точно случится. Спасибо, Альберт, за то, что нашли время и ответили на наши вопросы.